Парк воинов-интернационалистов. Брест – одно из мест, где можно почувствовать единение с природой и прогуляться по лесу, не покидая при этом пределов города. Этот зелёный островок ценят и жители, и руководство Бреста. Ежегодно в весенний период здесь проводится обрезка сухостоя, а в ближайшее время при участии администрации московского района состоится субботник по уборке территории. Но судя по характеру масштабам работ Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия, совсем скоро территорию парка ждут куда более значительные изменения. «В настоящее время ведутся подготовительные работы под укладку плитки. Как видите, установлен тротуарный борт. Не видно, что прокопана траншея, заложен кабель. Это будет электросвещение стоять, траншеи новые. В настоящее время уплотняется основание, продолжаются работы по основанию». Реновацию конкретно на этом участке планируется закончить в течение нескольких недель. Параллельно идёт обустройство площадок под торговые места которые выставят со временем на аукцион. «Парк воинов-интенционалистов – это излюбленное место горожан, москвичей. Уже долгие годы, на мою бытность, как минимум лет 10, пытаются подойти с разных сторон к этому парку, чтобы начать его комплексное благоустройство. И вот, слава богу, в этом году, наверное, такой старт был дан благодаря поддержке Брестского горосполкома. В первую очередь, зависит от финансирования. Центральную было принято решение аллею привести в надлежащий порядок. Также будут сделаны карманы для торговли. Когда придут торговые объекты, когда придут коммерсанты сюда, начнут работать на постоянной основе, парк начнет жить немножко уже другой жизнью». Наряду с обновлением центральной аллеи в перспективе планируется поэтапная реновация остальных связующих артерий дорожек парка. Срок проведения работ будет зависеть от финансирования. «Давно надо было этим заняться. Я думаю, что граждане наши скажут большое спасибо. Поэтому, да, многие с детками, с колясками, велосипедистов много. Да и так приятно на каблуках, а не так, как я сейчас тут пробиралась». «Когда ты общаешься с природой, то она тебя воодушевляет. Ты же видишь все живое. Это очень приятно и полезно, мне кажется, всем. Конечно, пусть эти дорожки будут для удобства, все-таки старые люди, пожилые приходят, но чтобы как бы вот это сохранялось, как можно больше первозданное». Сохранение природной красоты и в то же время создание комфортных условий для посещения мест отдыха в приоритете у руководства города и области. Поэтому работа в этом направлении будет продолжена.